Когда Сократ читал лекции своим ученикам, сидя на земле под деревом, делал он это, скорее всего, не потому, что у него не было столов и стульев. Это создавало особую атмосферу между учителем и учениками. Матвей, здравствуйте. Добрый день. Вы придумали предложить директорам школ ходить в походы вместе с детьми. Да, именно так. И как они на это отреагировали? Знаете, я вот разместил в Фейсбуке объявление и вот некий концепт идеи. И буквально за полчаса пришло порядка 40 предложений от директоров, то, что я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Потому что вообще вот современный директор современной московской школы это вообще очень и очень современный человек. То есть он открыт ко всему новому, он смотрит правильно на мир, он хочет, чтобы в школе помимо каких-то таких стандартных и формальных историй все-таки зарождались и процветали какие-то внутренние ценности. И он понимает то, что путешествия, туризм, путешествия, это одна из тех историй, которая вот может ему очень сильно помочь в этом. Удивительно, откуда они взялись, вот это поколение, что ли, другое директоров? Ну, школа такая, в общем, довольно консервативная штука. Я не знаю, откуда они взялись, но их действительно, по крайней мере, вот в Москве, московских директоров очень много именно таких. Значит, им 35-40 лет, они все, с одной стороны, предметники, закончили какой-то там чаще всего педагогический вуз, но при этом они все-таки очень и очень хорошие управленцы. А почему Матвеевны и директора? Ведь ученики не очень хорошо знают, наверное, директоров. Они знают педагогов, которые с ними каждый день. А это какой-то там, ну, небожитель, который в своем кабинете... Вот это и дело, вот вы видели, вы сами ответили на вопрос. Чтобы организм стал более настоящий, что ли, более живой. Ну да, вот он действительно, он там где-то наверху, а тут он спускается, и он становится вот одним из 11 человек. Потому что вообще в путешествии все очень сильно уравниваются, и там на самом деле всем одинаково тяжело. Там не может быть такого, что вот кто-то несет рюкзак 20 килограмм, а кто-то несет рюкзак 5 килограмм. А какой, кстати, какой возраст, какой класс? Или это сборная? Нет, в основном все-таки это были ребята 10-11 класс, потому что все-таки директор, еще раз, директор московской школы, это очень хороший управленец. И вот весь поход, все путешествия, оно было настроено на то, что в течение дня дети принимают большое количество решений. Ну, например, если ты принимаешь 10 решений каждый день, и это происходит в течение 10 дней, то у тебя вырабатывается навык принятия решений. А это на самом деле очень важное качество вот в современном мире. И директор, он выступает в качестве некого наставника. Значит, очень повезло с погодой. В Краснодарском крае было плюс 20, палатки, костры. Тащили на себе провиант какой-то. Ну, конечно, это все с собой. Пять дней путешествия, пять дней путешествия в рюкзаке 15-20 килограмм. Значит, все-таки, когда ты отправляешься в такое путешествие, очень важно понимать, куда ты едешь. И вот эта вот работа с картой, вроде как это история из географии, вроде как это история из какого-то природоведения или окружающего мира. Но здесь это все было абсолютно по-настоящему. И инструктора, которые шли с ребятами, они давали очень большую свободу. Потому что есть точка начала путешествия, есть точка окончания этого путешествия, там через 5 километров в течение одного дня. И вот можно пройти напрямую, но через горы таким образом можно обойти. И вот каждый принимал решения самостоятельно. И это очень хорошо. Что потом происходило, какой отклик, и были ли встречи с людьми, когда это еще продолжает кипеть? Ну вот, один из директоров мне рассказал, что вот мы сидели вечером, мы разговаривали, и мальчишки сказали то, что вот... Мальчишки, которые учатся в школе, сказали своему директору то, что вообще хорошо, чтобы в туалетах были зеркала. В мужских туалетах в школе были тоже зеркала. Вот как на самом деле директор об этом еще узнает, вот как не в походе? Потому что уровень взаимоотношений принципиально другой. Это очень... И потом директора возвращаются в Москву, они все говорят, что вот мы идем по школе, мы за руку здороваемся с этими старшеклассниками, значит, у нас появляется какой-то такой пул единомышленников, и здорово то, что эти единомышленники, это вот не какие-то сторонние люди, а это вот те, которые учатся, которые сейчас будут выпускниками, которые, не знаю, там, разделяют ценности, разделяют культуру, директора культуры школы. Вообще, если говорить о том, что... Я вот где-то читал исследования о том, что вообще вот успешно, человек, очень сильно успешность человека зависит от того, насколько успешный коллектив вокруг него. И, конечно же, вот эти все мальчишки, девчонки, которые оказались в этом походе, в этом путешествии, они, с одной стороны, были рядом с директором, который точно является вот в таком широком смысле успешным, да, а с другой стороны, были в каждой группе по два инструктора моих, да, которые тоже, вот они занимаются тем, что они любят заниматься, они любят ходить в путешествия, они любят работать с детьми, они тоже вот являются очень успешными ребятами. Это грандиозно. И дальше это все, и дальше это все каким-то образом, это вот как какой-то камень, который кидается в какую-то правильную среду, и от него идут правильные волны, да, и эти волны, они на самом деле захлестывают и касаются не только вот этого ограниченного количества ребят, которые были в походе, но и там девятые классы, и восьмые, и седьмые, и другие школы. В общем, это такое вот волновое движение, которое вот мне, например, очень самому симпатично, и, наверное, вот лично я ради этого делаю этот проект. Потрясающий ответ. Спасибо вам большое, рад знакомству, во-первых. Спасибо, я тоже рад. Потрясающий проект. Желаю успеха. Приходите, рассказывайте, как в следующем, вот в текущем. Это что, летняя история, да? Это была осенняя история, сейчас будет весенняя история, так что... Ждем. В конце весны передумки. Ждем вас. Мы сообщим заранее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.